Проблема. Два с половиной часа мне надо. Час надо идти, два с половиной километра. Вот так со всеми пожитками пешком больше двух километров вынуждены идти Валентина Ивановна до ближайшего автобуса. Из-за того, что остановка находится так далеко, пенсионерка даже задумалась о продаже дома. Красота вообще. Если бы не транспорт, жить можно, радоваться жизни. По словам жильцов, деревня у них не такая уж и маленькая. 150 домов. К тому же рядом находится несколько дачных кооперативов. И летом в транспорте нуждаются и садоводы. Люди рассказывают, раньше автобус заезжал и в их деревню. Однако три года назад конечной остановкой маршрута стало соседнее село Шеголи. Местных жителей перемены не устроили категорически. У многих двое, трое, четверо детей. Провожаем до Шеголи своим ходом на автобус. Встречаем из Шеголей и так далее. Четверо детей у нас. Ко мне сюда даже бабушки к нам не приезжают, потому что для них это расстояние слишком большое. Еще полбеды летом. А сейчас снова начинается зима. Будет скользко. И пройти с сумками с полными, допустим, это очень сложно. Да, для нас, пенсионеров. Сельчане показывают целую пачку обращений, которые они направляли и в Минтранс, и в Комитет по транспорту, и в районную администрацию. Написали даже письмо на имя Рустама Миниханова. В ответах госорганов поясняется. Автобус не ходит из-за того, что дорога не отвечает требованиям безопасности. Будет рассматриваться после завершения работы, по расширению земляного поводна. Наше поводное расширили, и так в молочком опять. Вы даже сами не ожидали, что у нас дорога, вы считали, что у нас даже дороги никакой нет. Приехали, сами удивлены, что нам транспорт, у нас здесь дорога лучше, чем в городе. По рассказам местных жителей, автобус в деревню перестал ходить из-за того, что по маршруту его движения есть несколько опасных участков. Например, вот этот вот поворот. Мало того, что дорога здесь идет в гору, так еще рядом находится озеро, в которое недавно улетел нетрезвый автомобилист. После этого для безопасности здесь установили металлический отбойник. Так что есть надежда, что общественный транспорт в Берново и Ковали все-таки вернется. Впрочем, надежда у людей недавно появилась. В Комитете по транспорту сказали, что готовы вновь рассмотреть вопросы продления автобусного маршрута до Ковалей. В ближайшее время в деревню должна приехать специальная комиссия, которая даст свою оценку, насколько безопасна местная дорога. Пока же людям приходится идти расстояние до остановки пешком или добираться до города на попутках. Андрей Шульга, Сергей Ткаленко, телеканал Эфир. Продолжение следует...